Давайте начнем, наверное. Еще раз познакомимся. Меня зовут Евгения Ефимова. Я действительно работаю в лаборатории проектирования содержания образования. Но сегодня я, скорее, здесь в другом качестве, как человек, который занимается проектным обучением в рамках очных магистратур Института образования. То есть то, что я буду говорить, будет иметь отношение, в первую очередь, к студентам магистратуры доказательного развития образования и обучения и оценивания как наука. В меньшей степени к педагогическому образованию тоже в силу специфики проектирования. Я хотела бы поговорить про то, как устроено проектное обучение в нашем институте, но сначала предлагаю вспомнить эпизод из фильма, который, наверное, многие, как и я, любят и помнят. Да, это эпизод из фильма «Гарри Поттер и тайная комната». Возможно, вы помните, в какой-то момент там начали дети в Хогварте превращаться в камни, и главные герои решили расследовать, что же такое происходит, кто же стоит за этими пакстями. И они уперлись в тот факт, что нужно пробраться в гостиную с Лизериной, но сами они учатся в Гриффиндере. Как же им тогда туда попасть? И тогда ребята, будучи довольно юными, стали преодолевать эти трудности сами. Да, они пошли, узнали, что, блин, можно сделать оборотное зелье, научились это зелье делать, сварили это зелье вполне успешно, там одна небольшая проблема возникла только, да, но в конце концов они научились сварить это зелье, сварили зелье, пробрались к Слизерину, получили необходимую информацию. То есть на самом деле они очень многому научились, сильно превосходя некоторую возрастную норму, могли бы сказать, да. И мне кажется, что это хороший пример того, как работает обучение через практику. Посмотрите, здесь у нас была в этой ситуации какая-то конкретная проблема, которую нам надо решать. Никто, кроме этих учеников, решать за них эту проблему не будет. Есть четкий образ желаемого результата. Ученикам пришлось проявить самостоятельность и инициативность, им пришлось покопаться в книжках, найти этот рецепт сложный, научиться его делать. Но в конце концов ученики сами несли ответственность за последствия своих действий. И, как мы помним, в случае Гермионы она почти превратилась в кошку. То есть, опять же, так как это их действие, это их решение, они несут ответственность и риск в случае, если что-то идет не так. В рамках Института образования мы не то чтобы бросаем людей вот так вот в воду, как это происходило с героями в этом фильме, и вроде бы никто не превращается ни в кого плохого, но тем не менее мы стараемся давать возможность для того, чтобы люди учились через практику и учились в какой-то мере на собственных ошибках. Для этого организована практическая деятельность. Практическая деятельность во всей вышке делится на три категории. Есть курсовые работы, выпускные, квалификационные работы – это некоторые индивидуальные проекты, чаще всего исследовательского характера. Есть практика, когда вы устраиваетесь на полноценную работу и в какой-то срок работаете как сотрудник какой-то организации, чаще всего внешней организации. Ну и, наконец, есть учебные проекты. Учебные проекты – это спринты. У них есть понятное начало и понятный конец. Это не практика с рандомными задачами, где вы можете, не знаю, кофе носить месяц, потому что так решили. Есть конкретная цель, и вы идете к этой цели. И все задачи, которые вы делаете в рамках учебного проекта, связаны друг с другом. Есть конкретный результат. Этот результат отторжим. Он может стать частью вашего портфолио. На выходе из обучения вы можете сказать, я научился вот этому – показать конкретный результат вашему потенциальному работодателю. Но, наконец, учебный проект предполагает инициативность и самостоятельность участников. Нужно самому принимать решение, не ждать, что все задачи тебе разжуют, положат в рот и расскажут, как это делать. То есть здесь есть риск, есть шанс, что что-то не получится. И важно, чтобы очень многие вещи решали инициативно сами участники. То есть это не только про практическую тренировку каких-то конкретных скиллов, это еще и про развитие навыков организации и самоорганизации. Далее я бы хотела на конкретных примерах показать, почему проектная деятельность, на наш взгляд, это действительно очень ценная часть обучения в институте. Смотрите, во-первых, проект – это продолжение учебной программы. Как правило, все проекты довольно сильно связаны с тем, чему вы все-таки учитесь в рамках базовой программы. Например, на доказательном развитии образования есть части, где студентам рассказывали, как делать анализ рынка, анализ какой-то области и картирования основных игроков этой области. И два проекта довольно хорошо стали продолжением этой части. Во-первых, для компаний УЧРУ студенты наших магистратур делали анализ рынка образовательных продуктов. Это значительно упростило дальнейшую работу компании в этом направлении, потому что у них была уж хорошая накопленная база по конкретным темам, в рамках которых они могли бы выдвигать какие-то новые продукты. Если говорить про проекты более научного характера, то в институте есть магистральное направление по 4К. 4К – это креативность, коммуникация, кооперация и критическое мышление. Институту хотелось бы организовывать крутые важные мероприятия в этой области, привлекая ключевых игроков. И для этого студенты в данный момент работают над проектом по созданию карты, которая бы включала в себя ключевые мировые российские центры, работающие в этой сфере. Другой пример проектов, продолжающих программы, связанный с разработкой анкет и вообще систем сбора данных о пользователях. Здесь мы говорим про оффлайн-проекты, такие как «Тотальный диктант» и образовательные программы Ельцин-центра. Для этих наших внешних партнеров студенты обновляли систему сбора данных при регистрации, разрабатывали новые анкеты, уточняли портреты аудитории, с которыми работают эти организации. Также проект – это часть портфолио. И здесь вот есть два примера для измерителей. Наши специалисты по измерениям, студенты, которые изучают, как проводить оценивание и как делать тесты, разрабатывали ситуационный тест для оценки компетенции сотрудников Ростелекома и похожий тест, ну, в смысле, похожий по задаче, но другой по контенту, тест для оценки компетенции цифровых ассистентов для цифрового блока вышки. Проект – это новый опыт и новые контакты. Это возможность погрузиться в среду и посмотреть с изнанки, как выглядят крутые образовательные мероприятия, как эти мероприятия делаются. Это возможность нарастить социальный капитал и выйти из магистратуры с крутыми контактами. Здесь два примера. Это организация конкурса урока для учителя. Это конкурс нового формата, междисциплинарный для учителей, который продвигает высшая школа экономики. А другой пример – это пример от агентства инноваций города Москвы. Наши студенты участвовали в оргкомитете по созданию отраслевой выставки в сфере образования, которая привлекает крутые инновационные стартапы в области образования. Также проект – это возможность помочь тем, кто помогает. Сейчас в сфере образования есть много очень удивительных, потрясающих социальных проектов, которые помогают повышать качество образования там, куда не доходят руки у остальных. И два таких примера – это проект «Шалаш» и проект «Учим-знаем». «Шалаш» работает с детьми с трудным поведением, а «Учим-знаем» работает с детьми, которые находятся на длительном лечении в больницах. И для этих проектов наши студенты делали аналитические задачи, то есть они работали именно с теми компетенциями, которым их научили, да, они аналитики. Они делали анализ. Но этот анализ помогает улучшать качество работы сотрудников этих компаний, сотрудников этих фондов и лучше помогать детям, с которыми они работают. Ну и, наконец, проекты – это вклад в развитие сообщества института. Здесь два примера таких ежегодных проектов, ставших уже традиционными для института. Это тестовая мастерская летней школы. Данный проект организуется в рамках свободной образовательной площадки летней школы. Летом студенты организуют образовательные мероприятия, образовательную программу для всех желающих, для того, чтобы научить людей лучше относиться, лучше работать с тестами и создавать инструменты для измерения. То есть у студентов есть возможность научить других тому, чему они только что научились сами в рамках такой свободной образовательной тусовки. Это такой значимый проект в рамках этой магистратуры. Соседний пример с другой магистратурой – это летний интенсив для первокурсников педообразования. В рамках педагогического образования нет обязательных проектов, как в других магистратурах. Однако студенты и первокурсники каждый год устраивают интенсив для тех, кто только что поступил в магистратуру. То есть те, кто отучился первый год, устраивают интенсивную подготовку для тех, кто только-только поступил. Это очень важно, потому что эти студенты через несколько дней пойдут в школы. Некоторые пойдут в школы в первый раз в жизни, и надо их к этому подготовить. Вот студенты, которые пережили этот первый год в школе, у них есть возможность помочь своим коллегам, которым только-только это предстоит. Таким образом, как вы видите, как вы видите, или не видите, сейчас отнеси, значит, как вы видите, направления проектов на самом деле могут быть самыми разнообразными. В первую очередь мы хотим, чтобы студенты участвовали именно в аналитических проектах, в проектах по работе с данными, потому что это, наверное, такие ключевые, самые важные компетенции. Однако довольно много проектов также мы предлагаем для организации, для медиасопровождения, например, деятельности в лаборатории и центрах. Есть проекты специально для того, чтобы показать себя в области измерения и оценивания. Но, наконец, также мы постараемся привлекать проекты, связанные с дизайном обучения и преподаванием, для того, чтобы копить портфолио для будущих методистов. Какие-то проекты студенты находят сами, это очень ценно и очень здорово. Действительно, есть крутые примеры, когда студенты сами договаривались с какими-то внешними партнерами о том, что они будут делать для них проекты, а потом эти проекты уже засчитывали мы в институции образования. То есть на самом деле это такая часть обучающей программы, где студент наиболее свободен в своем выборе. То есть действительно, если он занимает инициативную позицию, он может очень сильно персонализировать процесс обучения. По факту, это реально самая вариативная часть. То есть именно здесь можно построить свою траекторию так, как хочется самому студенту. Давайте посмотрим такие два абсолютно модельных примера. Допустим, у нас есть Лена. Лена поступила на магистратуру обучения и оценивания как наука. На самом деле Лене не так много проектных кредитов, надо закрыть, как на других. Она участвует всего в двух проектах в течение обучения. Например, она выбрала два таких проекта. Она пошла в исследование в области психометрики, в одном из центров института. Ведь в институте много центров и лабораторий, которым нужны студенты для участия в их проектах. А также она участвовала в проекте по созданию теста для внешнего заказчика. Потом, когда пришло время преддипломной практики, она выбрала практику в отделе исследований в одной из этих компаний. На выходе у Лены сформировалось довольно приличное портфолио, которое позволило ей заняться исследованием потребителей. И в данном случае она может исследовать потребителей и их опыт в самых разных сферах, не только в образовании, потому что, в принципе, эти компетенции переносимы из одной отрасли в другую. Возьмем пример Миши. Миша поступил на доказательное развитие образования. Вот у Миши на самом деле очень много будет проектов, очень много его учебной программы сосредоточено именно на участии в проектах. Допустим, он вымыл в себе три таких. Он решил пойти для начала научиться анализировать пользовательский опыт для внешнего заказчика, проводил исследования, глубинные интервью, составлял карту пользователя и так далее. То есть он погрузился именно в исследование пользовательского опыта. После этого для любого внешнего заказчика он потренировался в исследованиях рынка и конкурентов. Наконец, в рамках одного из центров он принял участие в большом масштабном экспериментальном исследовании эффективности одной из образовательных платформ. Когда пришло дело к практике, он вымыл в себе практику в корпоративном университете крупной компании, где он сконцентрировался на том, чтобы отслеживать качество внедрения образовательных инициатив, следил за успехами этих инициатив, используя соответствующие метрики. На выходе Миша сформировал довольно неплохое резюме и мог доказать по своим компетенциям, что он готов заниматься продакт-менеджментом и нашел себе, соответственно, работу в этой сфере. Итак, собственно, если суммировать, про что проектное обучение? Проектное обучение для студента — это отличная возможность прямо сейчас попробовать на своем опыте то, чему вас учили на парах. То есть это возможность действительно посмотреть, что да, вы чему-то научились, и наглядно увидеть результаты. Во-вторых, это возможность персонализировать ваш процесс обучения, делать именно такую траекторию, которая приведет к вас к целям, которые вы ставите перед собой, поступая в магистратуру. Ну и, наконец, это возможность накопить хорошее портфолио, которое наглядно даст понять вашему будущему работодателю, что вы готовы к вызовам работы, на которые вы хотите устроиться. На этом у меня, наверное, все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...